Готово? Вес наверное такой же у них. Да. Готово ребята? Давай со всей дури. Херать. Федан, ты что сделал? Так в инструкции так было написано. Поехали. Стоп. Итак, смотрим. В местах удара вмятин не обнаружено. Также нет ни лопин, ни сколов. То есть АБС пластик это лайфхак. Друзья, приветствую вас. Делюсь своим опытом эксплуатации пластиковой задней двери материала АБС. Пластик. Производитель. Авторитет пластик. Гот. У меня эта дверь стоит. Получила ее в цвет крашеная. Как видите в принципе цвет попадает. Все нормально. Конечно на пластике оттенок немножко другой. На кузове другой. Но в среднем все это в глаза не бросается. Как видите внешне крышка без лопин. Краска не слезла. В зимний период, осенний период, весенний период крышка себя ведет без проблем. Там где крепится на петли, да видно что немножко прожимается, когда стягиваешь это изначально как. Но на какие-то свои ходовые свойства она никак не влияет. Стекло у меня не выпало. Так же как мы вставили. Сюда я поставил брызгалку. Так же установили дворник. Все установили госномер. Пластик. Ручка. Все держится. За год ничего у нас не отвалилось. Крышка хорошая. Не гниет. Плюсов очень много. Как видели в начале ролика. То что производители авторитет пласт брали кувалду. По ней били. Она имеет свойство амортизировать. Эта личная крышка сразу заминается. Пластик вроде бы как нет. Лично я не проверял. Не бил. Ну и желания такого нет. Так как это стоит примерно 18 тысяч рублей у нас. Сейчас я вам открою. Покажу швы. Покажу что с ней произошло внутри. Итак если по краске посмотреть. Сколов у нас не видно. Краска нигде у нас не слезла. Если посмотреть на петли. Тоже ничего такого мы с вами не замечаем. Там где находится у нас с вами ручка. Где мы постоянно открываем. Закрываем. Тоже как видите все хорошо. Итак. Открываем крышку. Смотрим. То что здесь клепки у нас находятся. Так как это пластик идет. Здесь я установил то что у меня с завода шла. С металлической снял. На саморезы просто ее ставишь. Шуруповертом сверлышком насверливаешь дырочки. И фиксируешь ее. Замок тоже от заводской двери. Все встает. Все хорошо. К нему вопросов нет. Также здесь сразу идут отверстия для вентиляции. Чтобы конденсат куда-то стекал. Как видите не лопен. Ничего не присутствует. Также идет выход для проводов. Для обогрева стекла. С этой стороны у них такого нет. Я просто сделал как массу. То есть на массу цепляешь. Так как здесь идет внутри металлический усилитель. Вот так вот идет металлический усилитель. Вот примерно до сюда. Он цепляется. Как видите ушко. Вот. Металл. Здесь тоже через металл цепляется. И кузову. То есть здесь постоянно идет масса. То есть подается плюс в основном. А масса уже идет на кузов. Изначально как я только купил крышку. Как видите. Видите у меня герметиком намазано. Когда я начал закручивать амортизатор. У меня отлетела гайка. Кто здесь. Кто здесь. Тогда я обратился к производителю. Говорю. Почему у вас отлетает гайка. Прихватки такие слабенькие. Они говорят. Все. Приняли. Мы самостоятельно взяли. Приварили. Ну и герметиком намазали. Чтобы не ржавело. Все. Больше пока минусов нет. Ну и самое главное. Про что ролик у нас. Что у нас треснуло. Где у нас треснуло. Хочу сказать что многие в телеграм-канал. Есть телеграм-канал Нива 007. Многие присылали. Что у кого-то вот здесь вот лопина. У кого-то здесь лопина. Писал производителям тоже. На что они отвечали. Говорят пусть с нами свяжутся. Теперь моя проблема. Смотрим. Что у меня произошло. Как видите. Там где идет ухо усилителя. Задние крышки выходят. У меня появилась лопина. Буквально заметил ребята недавно. И то очень-очень случайно. Нагрузка происходит наверное. И именно здесь лопнуло. С другой стороны. Так сильно не выражено. Вот так вот. Я не знаю. Будет видно вам не будет. Вот здесь вот. То есть сильно еще не проявилось. Но все равно начинает. Когда я увидел лопину на своей крыше. Конечно мне было обидно. Тем более за нее заплатил примерно 17-18 тысяч рублей. Сейчас не буду вдаваться под подробности. И по моей рекомендации вы тоже у них заказывали. И у кого-то такая проблема есть. Кто-то промолчал. Кто-то сказал. Виталян ты нехороший человек. Что нам порекомендовал. Что я сделал. Я снял видео. Отправил производителю. Говорю ребят. Так и так. Говорю вот у меня что произошло. Лопина. Говорю что делать. Говорю это не первый случай. Потому что вы мои подписчики. Присылали мне видео. Что не только здесь лопина. Но и сверху бывает лопина. Они вот что мне понравилось. Долго не думали. Мне сказали что все. Мы вам вышли по рекламации. Покрашенную также в цвет. Совершенно бесплатно. Доставка тоже будет бесплатно. Я говорю ну классно. Говорю а как с ребятами. Те кто у вас заказывал. Моим подписчикам. Как это быть. Что они мне написали. Вот слушайте это касается вас. Компания получила рекламацию на продукт. Задняя пластиковая дверь Нива. Причиной стал пластик низкого качества. В качестве мер. Предпринятые действия по смене поставщика. Пластика. И усиление контроля качества. Входного материала. В связи с этим. Если у вас. Вот если у вас. То есть у моих подписчиков. Имеется дверь с дефектом. В виде трещин. Просьба обращаться по почте. Вот здесь указана почта. Куда вы должны снять видео. Если у вас есть проблемы с крышкой. И отправить им. Письме. Просьба прислать. Фото и видео данной рекламации. С каждым из вас. Производитель обязательно свяжется. И приведет рекламационные действия продукта. Вот за это ребята. Мне очень понравилось. То есть. Авторитет пластик никуда не спрятался. То есть это массовое. Как они сказали. Около 100 крышек примерно. Как раз вот эта партия попала. В том числе и я попал. Какой-то поставщик. Что-то там поставил. Некачественное. Что какие-то петли некачественные. Но я не вдавался в подробности. Это они так мне вкратце все это объяснили. Они взяли и прислали мне новую крышку. Буквально через 2 недели. Мне пришла крышка покрашенная в цвет. В мой. В упаковке запечатанная. За доставку я не платил. За что ребята. Вот молодцы. То что говорю. Никуда не убежали. Не спрятались. И тем более сказали. Что у всех. У кого такая проблема. Вы со всеми свяжетесь. И у кого на самом деле трещина. Им замените также бесплатно. Авторитет пласт. Как мне сказали. Что они сменили поставщиков. То есть качество пластика стало лучше. Или он толще стал. Что усилители какие-то другие. Что ушки стали другие. Что теперь там гайки не будут отваливаться. Они как-то больше приварены. Вот. Поэтому сейчас мы с вами поедем на установку. Все это снимем. Две двери. И с вами посмотрим. Визуально. Что изменилось. Там петли какие-то. Или усилитель какой-то стал другой. Поэтому сейчас поедем с вами на установку. Все. Я приехал автосервис к Александру. Смотрите. Сейчас мы крышку демонтируем. Стекло уже сняли. Все полностью отсоединили. Провода все вытащили. Новая крышка лежит у нас сверху. Показываю еще раз вот эту трещину. Вот сейчас мы уже упор отсоединили. Вот так выглядит трещина. Сняли мы крышку. Распаковываем новую крышку. В принципе все это при вас. Сам еще не вскрывал. Даже не смотрел по цвету. Вот сейчас мы положим рядышком. И посмотрим с вами разницу. Есть разница. Может быть по пластику мы увидим разницу. Вот так вот на солнышко. Трещину вот его видно. Вот она. Здесь в комплекте уже идут другие закладные. То есть они как бы двойные идут. Спаренные. Не отдельные шайбы как там. Спаренные. Там под каждую шла шайба. А здесь уже. Может быть это и лучше. То что меньше будет сжимать. Там получается по одному сжимать. А здесь как бы площадь больше будет сжимать. По цвету скажу, что та которая пришла чуть-чуть потемнее. Не знаю как будет на машине смотреться. Но визуально видно. Это светлее, та темнее. Что мы первые увидели. Уши. Здесь где гайка у меня отваливалась. А здесь уже у них по другому. Здесь видите как бы с пресс шайбой. А с этой стороны три точки. А здесь просто было три точки и обычной шайбы. И когда здесь тянули, естественно она отрывалась. А здесь за счет того, что пресс шайбу будет держать, она отрываться не будет. Так, по ушам больше вот знаете, визуально мы ничего не увидели. Перевернули мы дверь посмотреть. Здесь или краска под выгорело. Ну, явно там потемнее. Ну ладно, это я думаю, тот свет даже больше к машине моей подойдет. Визуально мы ничего не увидели. Все, в принципе, что на этой двери, что на той двери. Возможно, все-таки поставщики что-то там поменяли. В пластике, возможно. Возможно, каких-то усилителей. Но, говорю, мы вот с Александром, кроме того, как уши, как с пресс шайбами, мы, в принципе, больше ничего не увидели. Да, Сань? Все на этом. Разлитие мы не увидели. Сейчас у нас будет установка. Смотрите, эти вот с первой крышкой приходили. Да, такие вот. А это вот уже с новой крышкой пришли. Ну-ка, сюда по цепанию подходят? Да, все подходит. Ну да, здесь уже площадь прижимания намного выше. Прижимания намного выше. Я очень приятно. Да, согласен. Установили новую крышечку. Стойки амортизаторов затянулись без проблем. Ничего не оторвалось у нас. Здесь мы тоже поджали. И сейчас покажу. Смотрите. Или пластик плотнее. На той крышке получилось, что как бы было вжато немножко. Здесь такого нет. Хотя мы зажали. То есть, как бы форму свою оставил. Наверное, или пластик потолще. Вот так выглядит новая крышка. И хочу сказать, что вот этот вот цвет, вот этот вот цвет попал намного-намного лучше. Все-таки тот цвет был немножко не подходил. Он был немножко светлее. Но я думал, что якобы это, как и многие говорили, что пластик окрашивается по-другому. Вот сейчас по цвету прям вообще угадали. После установки двери прошел уже месяц. Я покатался. Уже на данный момент прям есть конкретно показать вам разницу. То есть, на той катался я год. И здесь мы установили. И вот месяц уже катаюсь. Первое, что я заметил, это по цвету краски. Вот он спойлер у меня стоит. Тот, который с крышкой приходил. Он отличается. Оттенок. Эта крышка, которая пришла, тут они прям попали. Все идеально. В цвет. Каких-то глобальных замечаний здесь нет. Единственное замечание, что я заметил. На той крышке, когда петли мы прижимали, здесь была выемка. То есть, пластик тот мягче. Здесь, где ручка крепится, тоже, ну как на металлической. На той крышке тоже видно было, что она туда прижималась. На этой крышке все безумительно. Или пластик толще на данный момент. Или технологии поменяли. Я не знаю. Но пластик здесь, я думаю, будет покрепче. Если посмотреть здесь изнутри визуально. Ну, здесь мы с вами вообще ничего не видим. Что на той крышке, что на этой крышке никаких замечаний нет. Кронштейнам тоже ничего мы не увидели. Гайки не отлетели. Все у нас на месте. Другое крепление с этой крышкой. Это правильно. Это вот на самом деле хороший вариант. Что здесь, что здесь. На той старой крышке по одной прижимала. И пластик немножко гнуло. Пришла посылка. Но это тема следующего видео, ребята. Самый дорогой мой. Наверное, самое дорогое мое видео. Из всех моих доработок. Хочу поговорить о аэродинамическом спойлере. Думал, честно сказать, что будет какой-то эффект. Думал, что будет грязь как-то там сдувать. Воду будет сдувать. Но нет, такого эффекта я не увидел. Воздух должен заходить или снег сдувать. Но почему-то нет. Что снег лежит, что вода, что в дождь идешь. Наоборот, почему-то все это закидывает. Но не знаю. Это мое субъективное мнение. Что он просто для красоты. Вот у ребят он стоит не крашеный 6 тысяч рублей. А крашеный, по-моему, 7 тысяч рублей. Может быть ошибаюсь. Но это к ним на сайт зайдите, посмотрите. Да, вид он придает. Машины смотрятся интереснее, однозначно. Всем тем невоводам, кто хочет получить аэродинамический спойлер. Вот он, ребята мне прислали. Абсолютно новый спойлер. Он загрунтованный. Готовый к покраске. То есть его только покрасить в цвет своего автомобиля. И установить. Весит он, я не знаю. Килограмм, наверное, килограмм весит. Как я смотрел у них на сайте, как они их делают. Тоже очень все вручную. Сложная там методика. Мы клеили на двухсторонний скотч. Здесь проклеивали. Вот здесь вот проклеивали. И здесь проклеивали. То есть вот так вот прям. И вот он держится у меня уже год. То есть он даже не шевелится. Ни на какой герметик клеить не нужно. Вот двухсторонний скотч. Приклеиваешь и он динаил. Разыгрывать аэродинамический спойлер буду в своем телеграмм-канале Нива 007. Кому интересно, переходите в мой телеграмм-канал Нива 007. Нас там уже много. Ребята грамотные. Много Нивоводов. У кого-то свои сервисы. Мы там общаемся. Другу помогаем. Какие-то вопросы там и по ремонту коробок. Обширная такая группа. Поэтому кому интересен спойлер. И кто хочет поучаствовать за 300 рублей. Переходим в телеграмм-канал Нива 007. Все условия будут указаны там. Где-то примерно дней через 15. После того как выйдет видео. Все ребята. Видео на этом заканчиваю. По пластиковой крышке. Пишите производителям. У кого какие-то проблемы. Как они мне пообещали. Что все исправят. На этом все. Пока. Жду вас в телеграмм-канале. Будьте здоровы. И не болейте. Продолжение следует. Продолжение следует.